Ах... Ах, Кхм... Ах, Кхм... Лариса Дмитриевна, Вам надо бы ехать домой. Я не поеду домой. Но оставаться здесь вам тоже нет никакой возможности. Нет, Сергей Сергеевич, вы мне фраз не говорите. Вы мне только скажите, жена я вам теперь или нет. Лариса Дмитриевна, вам нужно ехать. Подумайте, какую пищу вы дадите для разговоров. Да какое мне дело для разговоров? Вы меня сюда привезли, вы меня должны отвезти домой. Маменька вас уверена, она только ждет, на что благословить. Но, Лариса Дмитриевна, я думаю, едва ли вы имеете право требовать этого. Вы же сами мне сказали, брось все, я твой. Я вам поверила? Мы, может быть, об этом после поговорим? Нет, сейчас. Вы требуете? Да, требую. Извольте. Послушайте. Вы допускаете, что человек, скованный по рукам и ногам цепями, может так поддаться чувству, что забудет обо всем на свете, забудет о жизни, которая гнетет его, забудет о цепях, которые его сковывают. Но потом, потом наступает прозрение, и холодный рассудок говорит о том, что эти цепи разорвать невозможно. Вы женаты? Нет. Ну, другие цепи не помех. С вами я разделю любую нож. Я обручен, Лариса. Вот эти цепи, которые сковывают меня на всю жизнь. Что же вы раньше молчали? Это же безбожно. Безбожно. Я видел только вас. И не мог ни о чем думать больше. Поверьте, Лариса, я говорю вам правду. Лариса. Довольно. Лариса, выслушайте меня. Нет. Довольно. Пойдите. Я уж сама об себе подумаю. Пойдите. 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 Продолжение следует...